Этот курс идет вторым после базового курса. Это, можно сказать, второй шаг для людей, кто хочет связать себя именно с искусством гравировки. Курс называется рельефная гравировка брон. Что главное в этом курсе? Мы учимся опускать фон, используя при этом различные техники. Мы учимся размещать рисунок в каких-то замкнутых пространствах, но уже с учетом того, что нам придется опускать фон. Ну и, конечно, кульминация курса – это обронная гравировка, это скульптурирование, когда мы придаем элементам уже действительно пластичные, приближенные к реальным формы листьев, каких-то фигур. Первый курс вел у нас Сергей Манаенко. Это замечательный мастер, он живет в Германии, работает с известнейшими в Европе, я полагаю, что в мире, не ошибусь, я думаю, брендами часовых производителей. Вот он давал мне первые азы и первые уроки. И ознакомился с основными методами, способами, методикой, какими-то вариациями в управлении пневмоштихелем. Вот таким образом. Личное впечатление, вообще понятие о художественной обработке металла у меня полностью перевернулось. Это совершенно другое. Здесь используются новые технологии, новое уникальное оборудование, которое позволяет нам, мастерам, которые работают руками, ну, естественно, головой тоже, да, составлять новые композиции, сложные достаточно композиции. Тончайшие, приходится выполнять тончайшие работы, скрупулезные, требуется много усидчивости. Если сопоставить, скажем, прошлый опыт, если подобный объем работы я выполнял вручную, во-первых, я бы не достиг такого качества, скажем так, вот этого алмазного или бриллиантового блеска. И, конечно, скоростные характеристики. Делается все значительно быстрее. Прошел три курса у Романа и два курса по гравировке. Если обратить, это образец, который я сделал для себя. Я увидел первый раз, когда на сайте выгравированные часы Манайенко Сергея, да, это. И в тот момент я думаю, неужели это возможно? И спустя полтора года я смог сделать подобную вещь. Не знаю почему, но я всегда чувствую какой-то, даже не знаю, чувствую или не чувствую, просто так получается. Я с каждым человеком нахожу общий язык. С того времени, ну, была одна сложная группа, но даже с ней, в принципе, я в итоге нашел общий язык. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова